всем привет добро пожаловать на канал и у нас новая партия ништячков смотрите сколько коробок меня даже тут практически не видно из-за них вот сейчас мы быстренько кое вскроем вот и поговорим об этом есть значит маленькая коробочка есть большая ну еще тоже не маленькая вот эту я уже скрывал на почте на пункте выдачи хорошо проложена пенопласт очень такой прикольный для утепления на стен на нем очень хорошо будет модели собирать вот такой так сейчас покажу так продолжим упаковано все мягкий поролон реально прям хорошо упаковано спасибо антону так смотрим что у нас приехала мы сделали так сказать товарищеский обмен у меня давно был отпечатан кузов зил 131 он у меня получился где-то в двенадцатом масштабе а я хотел его поставить на шасси от кросс rc и получается то что зилок он сам по себе поменьше немножко размером и получилось маловат маловат немножечко колеса выпирали в сторону и получается то что кросс rc шасси в двенадцатом масштабе зил буду строить в десятом поэтому кабина туда не подошла и вот мы поменялись с парнем печатную кабину на кабину из пвх пластика тогда смотрите модель выполнена в десятом масштабе прям здоровая такая солидная вот посмотрите она получается загрунтованная смотрите все ручки приклеил воздухозаборники подготовку под свет и вот к чему эти маленькие элементы это окна полностью на всю модель сейчас мы их сложим получше потому что они нам покажет они пригодятся так дальше какой момент вы спросите а на какую шасть и собрался и и ставить а я вам отвечу шасть рима хобби ну точнее инжора она у меня получается вот так просто серва мешается вот так она будет смотреться колеса будут конечно по копейне поменьше но я думаю что очень даже неплохо под этот проект я заказал я уже приобрел шасси от аксиала первого поколения вот скоро она тоже приедет и мы с вами сделаем вот такую буханочку и вот такого уазика от уазика я убрал морду вот тут будет железная журнальной серии вот собой железная мордочка ставится уже с готовыми фарами но я уже показывал вот так что уазик и еще один уазик козельчик уаз hunter и уаз буханочка так смотрим дальше что у нас еще пришло ух вот этого здоровенная коробочка это у нас новый 3d принтер коробочка в одном месте чуть-чуть тукнутая но я не думаю что это привело к какому-то серьезному повреждению у них в принципе очень хорошо проложено по распаковке и сборки будет отдельное видео я сейчас не вижу смысла и вот ускрывать смотреть потом назад запечатывать лучше мы в ближайшее время его вскроем и прям соберем сразу вот давайте посмотрим на что у нас еще пришло пришел вот такой еще пакетик посылка из белоруссии от логина у вячеслава все он сложил упаковал вот так вот начнем что у нас здесь а здесь у нас друзья покрышечки смотрите какие покрышечки маленькие да удаленькие это покрышки сейчас я все тут потихоньку буду доставать для разных моделей машин 16 18 масштабе здесь у нас и проставочки в них вот здесь образец у нас от резины на шишигу дальше здесь у нас урал и камаз вот шишига и камаз они еще делаются а урал уже опытные образцы так что она здесь у нас здесь идет пачка левых и пачка правых не косячных а просто левые и правые потому что они направлены либо может быть какая-то страна немножко покачественнее получается потому что он делает очень качественно здесь и размер виден и производитель виден все делает он прям очень качественно на видео они были не такие мягкие вот смотрите обалденная резина просто огонь вы уже могли их наблюдать такие покрышки у собратов по хобби вот они уже протестировали тоже остались очень довольны вот есть у меня вот такая вот модель очка mz вот на которую я планирую поставить правые поставить вот эти вот как раз таки колеса эту резину видите насколько она штатные шире чем должна быть и она не копийная я вам сейчас конечно попробую быстренько скинуть и одеть эту резину потому что диски у mz они неправильные они получаются внешне внутренние стороны разные поэтому особо смотреться сейчас не будет я буду печатать на него разборные диски специально под mz ну да смотрите смысла сейчас нету одевать напечатаю диски и тогда вам покажу как уже будет смотреться на нормальном собранном колесе уже с получается получается со вставками со всеми чтобы она не сильно прожималась а как положено под своим весом но я думаю что она будет очень цепкая даже вот отдельно китовая резина от vpl она не настолько мягкая чем вот это ну и вот как говорится отличие что делает vpl и что делает вячеслав она маленькая колесики вот и должны быть повыше вот у mz в принципе размер покрышки ближе к истине чем у vpl но mz и как бы по размерам кабины тоже побольше я уже сравнивал mz все-таки 18 16 масштаб ближе к шестнадцатому а vpl-овский урал это 18 соответственно и колесики все разные ну вот такой вот но такие вот у нас новиночки значит напечатаем дисочки возможно напечатаем на новом принтере как раз таки сразу вот и принтер попробуем результат его работы вот и оденем оденем новую копийную резину так заверну обратно в те же самые пакеты чтобы не попутать лево-право потом я кто получше рассмотрю определюсь в чем разница но скорее всего с одной стороны написано бел шину с другой стороны нет а ну да вот тут прям нарисовано куда не должны двигаться все направление но понятно и так вот стрелочка да с одной стороны производитель как бы белорусская шина другой стороны это вот он подарочек положил копийная покрышечка вот на запаску как бы седьмое колесо тут небольшой брачок но стоять она будет как запаска в идеале так ну все все дело я складываю и вот он мне прислал посмотреть значит на протектор камаза вот и на шишигу ну все всем спасибо за просмотр пока